Самое крутое, что здесь можно сделать на нынешний момент, это средний ремонт, средний ремонт, где фактически разбирается весь вагон, остаются на нем только кабели и трубы, пневматические и электрические цепи. И осуществляется покраска, ремонт кузова, насколько это возможно, опять же, замена сидений, переборка всех аппаратов, полная разборка, переборка ходовой, тележки и все такое, но это лучше прям по месту рассказывать. Цех разборки и сборки подвижного состава. Что такое? И спрашивают. Всех пыли, грязи, все такое. Хоть и время от времени происходит мойка вагонов, но до той степени, которая требуется, естественно, она не дойдет. Вот все здесь моется, ревизируется и производят дефицископию. Тележки, вот вы видите, тележки стоят, вот их как бы почистят, помоют сначала, потом произойдут дефицископию, чтобы не было нигде трещин по сварным швам. Вот здесь вот на этом, вот участок здесь автосетки ремонтируется. Производят разборку, значит, вот здесь вот две автосетки уже как бы готовые к дальнейшей работе. Вот после, после времени. Ну а на этих донкратах, вот у нас три, по ходу движения у нас будет вот три донкрата, где именно и происходит все это дело. Разборка, сборка, как бы все для удобства, значит, нашей работы. Сейчас вот только закончили здесь демонтаж декоративных поясов, после здесь, после этого здесь производят зачистку ржавых деталей, кузова именно, мойку кузова машины высокого давления. Она, ой, сколько, 170 атмосфер выдает с пистолета своего, ну, хорошо моют, если кузов поднятый, там даже бывает краска отлетает, вот, краска отлетает. Ну, в общем, после этого, значит, кузов вагона, днище вагона, значит, красят, ну, приводят в то состояние, в которое они должны быть после ремонта. Пойдемте дальше. Так, у него, это вагон, какая-то тележка, да? Тележка, я вам сейчас, вернусь к этому, покажу. Позиции, вот, ремонта дверей здесь, вот, значит, происходит то же самое здесь. Мы сейчас переходим на новую подвеску, именно на ТР-3 на вагонах, вот, когда именно вот здесь вот все это вот ролики ввешивают, там все такое, прочее-прочее. Вот, мойка здесь дверей, покраска здесь дверей, в общем, такая, вот. Вот, значит, здесь вот аппаратный цех, что-то все разбежались. Саш, что-то там все разбежались, но понятно, что куда. Он колесный был. Ну, там его просто резцом, как обычно, что на токарке выгоняют. А здесь, загоняется, это самое, зажимается такая фреза, в которой уже профиль колеса повторяет. Грубо говоря, подставили вагон, зажали, бежит за два оборота, там, профиль все сделал себе и дальше пошел. Грубо говоря, на этом вагоне можно весь состав обточить будет за везде, за день. Вот, конечно, это немножко такая нерасчетливая технология еще с советских времен. Сейчас, наоборот, стараются резцом, аккуратненько, чтобы каждый микрончик сохранить. Потому что лишний раз обточишь, потом, как говорится, быстрее выкинешь это колесо. На брак, да? Ну, месяц, в общем, идет потихоньку, в течение месяца. Полностью вагон, да? Да. Вагон поступает, в течение месяца мы его выдаем. Вот, здесь вот позиция, где вот эти вот ролики стоят, да. Здесь позиция сборки тележек. Сюда колесные пары ставят. И тележки. Вот эта тележка, допустим, вот после мойки уже, вот видите, и дефицископии. Если посмотреть, то, значит, дефицископируют именно вот швы сварные. Вот все швы сварные дефицископируют. Мажут суспензией. И после этого, значит, после дефицископии уже вот помыли. Сейчас вот поставили, ее прогрунтуют, и мы начнем. Вот, потом, значит, потом установим, потом покрасим. Ну, это я уже им говорю. Пойдемте дальше. Пойдемте еще в интересный цех зайдем. Ну, здесь вот у нас электромашинный участок. Электромашинный участок, где ремонтируют сердце нашего вагона. Это тяговые двигатели. Ну, тяговые двигатели мы здесь не перематываем. Мы перематываем, ну, некоторые вещи, которые там, ну, маленькие движки. Там в том депо есть специальные перемоточные, которые такие. Это мы, если что, то, конечно, отсылаем, значит, на заводы туда дальше. Это вот тяговые двигатели в разгоре. Если посмотреть, это вот главные полюса, дополнительные полюса. Вот, как бы все это дело создают. То есть магнитный поток. Ну, это экскурсия. Люди желают знать, чем дышит самарский метрополитен. А возьмете? Запросто. Придем тогда. Кем автоматить будете? Игон, окей, у вас сюда. Отлично. Вот здесь вот у нас уже, как бы, готовые установки после ремонта тяговых двигателей. Значит, вот у нас есть там масляные ванны, где происходит нагрев вот этих вот кулачков. Кулачки вот эти нагреваются и насаживаются они. Ну, в соответствии тут нет трезомера делаются для того, чтобы все соответствовало. Но это тяговый двигатель. А вот это вот испытательная станция. Ну, здесь она сейчас закрыта. Да. Здесь мы испытываем тяговые двигатели. Вот, тяговые двигатели и компрессора испытываем, которые дают воздух. Здесь вот это наша испытательная станция. Очень хорошая вещь. Значит, здесь выдаются параметры максимальные, которые могут создаваться в работе нашей. Именно двигатели. Ну, и как бы испытываем после этого, ну, установку туда дальше. Так, ну, если все здесь посмотрели, пройдемте. Саш, ты видел просто некоторые уже по второму разу, поэтому, как говорится, это. Пойдемте сюда вот пройдемте. Это будет приключительная часть нашего балета, будем так говорить. Колесный участок. В общем-то, будем говорить самый ответственный участок. Самый ответственный, Борис Владимирович. Да. Зато, ну, без сапог, будем говорить, плохо ходить. Так что, в общем, вот здесь вот произойдет. Здесь вот моют колесную пару. Уже доводят до того. В такой степени, ну, как бы, чтобы можно их красить. И дефектоскопировать. Вот. Ультразвуковую дефектоскопию сделать. Вот, если сказать, здесь вот происходит разборка редукторов. Специальный, специальный, наш, станок, где демонтируются, значит, шестерни и прочее-прочее. Ну, а это, значит, снятые пошли, которые могут мыться, проверяться, потом в роли по модели. И, как бы, вот так вот. Вот, у нас несколько резервуаров есть из Милогоня. Вот, это главный резервуар. Объем у него 300 литров. 110 литров уравнительный. Вот, и там еще есть смальник, который... На этом станке, производим обтачку колесных пар. Вот. Допустим, при... Пришел вагон, значит, колесную пару замеряют, и если по прокату она не позволяет, это нужен ее ремонт, ее обтачивают. А в главном корпусе разменется там вот приспособлен, чтобы прямо на канаве обтачивать танка? На канаве есть. Можно не снимая с колесной пары, вернее, с вагона. Это в ОРП, вот вы там видели. А, да. А сюда это уже совсем... А здесь вот чисто вот эту колесную пару берут и ставят здесь вот ее, и как бы вот снимают, и вот здесь вот одну. Это вот станок, который обтачку колесных пар. Предупреждаю ваши вопросы, скажу. Машинисты, парни, там сейчас просто сигнализируют... Часто. Дело в том, что этот вагон с колеси на ремонт пойдет А этот вагон неделю назад мыли Дождик вы могли не увидеть, поэтому в принципе не очень грязно Дело в том, что у вас в Москве вагон сколько бегают А здесь составы более-менее новенькие Тем более, мы видели, какие у нас составы лет 5 тому назад Когда выкрасили, это хоть и перекрасить уже успели А до этого покрасили краски, которым выгорела туча А это что сейчас гудит, Саш? БПСН 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 Блок питания собственных нужд Инвертор Дело вагон БПСН 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 Стоять нормально. Кто хочет, может по-быстрому забежать, щетки снять. В принципе, я не знаю чего. Начну. Все, ребята. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.